Именно по этому проблему сегодня обсуждали в областном правительстве. Решить ее можно с помощью нового федерального закона, уверены специалисты. Он вступает в силу в январе следующего года. Из-за этого в коммунальных платежках кировчан появится новая строка. Сбор, транспортировка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. Подробнее об этом расскажет Екатерина Зубарева. Плата за утилизацию мусора для жителей Кировской области изменится с 1 января 2016 года. Именно тогда вступит в силу новый федеральный закон о твердых бытовых отходах. Если сейчас кировчане платят только за сбор и вывоз мусора, то в грядущем году заплатить придется за сбор, транспортировку, обезвреживание и захоронение мусора. Тариф становится обязательным для населения Кировской области. То есть все население начинает платить за отходы. Как я уже сказала, как за тепло платит, если это благоустроенный дом, как за электроэнергию каждый житель платит. Каким будет этот тариф пока неизвестно, так как на федеральном уровне не готова методика расчета. Деньги будет собирать региональный оператор. Его выберут по результатам конкурса. Кстати, таких операторов может быть несколько. Эти организации будут проводить расчеты с компаниями, которые займутся вывозом и дальнейшей судьбой мусора. К нему, кстати, относятся и ртутные лампы, и батарейки, и мебель, и бытовая техника. То есть население, заплатив один раз региональному оператору, уже не думает о том, куда повезут. Ну, думает, конечно, подсознательно, но он не должен нестись с этими отходами в разные стороны. С одним отходом в Куприд, например, с другим отходом, там, шиномонтаж и так далее, ну, управляющую компанию. Еще в планах властей создать в области 8 новых полигонов для переработки твердых коммунальных отходов. Они появятся в Яранском, Котельническом, Вятскополянском районах области и в Кирове. Реализовать эти проекты должны частные инвесторы. Правда, пока они не найдены. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей.